Во время жатвы трактористы и комбайнеры, зимой санитары лесополосы с бензопилой, газонокосилкой, аграрий чистят зеленые насаждения вдоль посадки. Пешком проходят несколько километров. Любой фермер знает, чтобы урожай был хороший, за лесной полосой нужно ухаживать. Просто в русском языке сказать, здесь был дремучий лес. Достаточно большие поросы, деревья все повалены. И вот здесь, где мы с вами сейчас находимся, справа, слева стояли два ряда аварийных деревьев, которые в непогоду падали. Большинство лесополос в Краснодарском крае закладывали еще в 50-60-х годах прошлого века. Предназначенные для защиты полей от воздушной эрозии в последние десятилетия насаждения пришли в запустение и разрослись, захватывая все больше пахотных земель. Откладывать решение проблемы значит угрожать развитию сельскохозяйственных территорий региона. Лесополосы необходимо привести в порядок, заявил губернатор на краевом селекторном совещании. Сегодня они уже сыпятся, сегодня они уже умирают. Кто вообще сегодня будет заниматься лесополосом? Что мы ждем? Лесополосы это основа сегодня нашего земледелия. Какие можно сделать так, чтобы они были закреплены за конкретными владельцами или эрозаторами земли и четко они отвечали за состояние лесополов? Они разграничены. Не разграничены. И так и так могут быть в том числе и на землях. А когда вы разберетесь, Сергей Павлович? Вениамин Иванович, вот в этом году... Слушай, вы выйдите в поле из города, понимаете, в степь, посмотрите, что происходит с лесополосами. Дайте мне четкий алгоритм, что делать с лесополосами. В краевом ведении сейчас находится почти 77 тысяч гектаров лесополос. Всего в регионе их 125 тысяч гектаров. Но даже если за каждой территорией будет собственник или арендатор, для восстановления защитной зелени нужны саженцы, деревьев и кустарников. Вениамин Кондратьев предложил возродить белореченский лесопитомник, который был заброшен 10 лет. Это единственное производство в крае, занимающееся выращиванием посадочного материала для леса. Станица Капанская. Так называемый пищевой элеватор. Еще одна из приоритетных задач по развитию сельского хозяйства на Кубани. Будь то огородникам, выращивающим в свободное время на участке картофель, или фермер с полями, тут всегда готовы купить овощи и фрукты. В этом году было принято более 100 тонн только от населения. Чеснок, картофель, морковь, лук, свекла, весь, все плодовощное направление, яблоки приносили. Основная цель, конечно, привлечь ЛПХ, население, для работы в огородах. Продуктами, купленными у фермеров, обеспечивают детские сады и больницу района. Пищевые элеваторы гарантируют аграриям сбыт продукции. Тем самым дают возможность увеличивать объемы производства. Работают подобные комплексы на основе сельхозкооперативов. Однако почти за два года, когда об этом начали говорить, в крае появились всего три логистических центра. В Ейском, Брюховецком и Кореновском районах, что для аграрного региона явно недостаточно. Сегодня создана программа развития кооперации. Туда заложены средства, порядка 300 миллионов рублей. По этой модели в 2017 году мы будем развивать кооперативное движение с учетом строительства новых логистических центров. Мы уже полтора года развиваем. Но когда мы можем сказать, что мы развивали? Сегодня мне очень важно, чтобы любая переработка была загружена на основе местной сырьевой базы. Мы же говорим о том, что сегодня рынок сбыта. В первую очередь мы отдаем нашим селянам. Так отдайте им эту возможность. Но чтобы я ни от кого не слышал, я здесь хочу ни от феймеров, ни от личных подсобных хозяйств, что не могут сдать свою продукцию на ближайший какой-то перерабатывающий комбинат. Если я это услышу, когда мы поедем, то кадровые выводы будете делать полностью. Или сами уже их сделаю. Затягиваются сроки в строительстве промышленных парков. Площадки с необходимой инфраструктурой, где разместятся производственные комплексы, появятся в Услабинске, Тимошевске, Станицы Павловской и Краснодаре. Губернатор напомнил, задержки недопустимы. В данный момент ведется уже строительство подстанции на восточной промзоне. Когда мы запустим промпарк? До конца 2017 года мы планируем, что... В этом году мы... А что мы в том, что мы планировали в этом году планируем? Строительство инфраструктуры сейчас идет. Гадали ее настроить? Ждем изменения законодательства, на ближайшую сессию она будет выяснена, по предоставлению управляющим компаниям земель без торгов. Далее, соответственно, корпорация развития будет предоставлять эти земли в соответствующих промпарках потенциальным резидентам. Вот там уже заводить инвестора и все. Кто мешает? Сегодня заводить. И пусть тоже параллельно строят. Объем привлеченных инвестиций должен быть не ниже, чем на уровне прошлого года. С потенциальными резидентами промышленных парков уже заключили 11 соглашений. Чтобы улучшить инвестиционный климат в крае, Вениамин Кондратьев поручил проработать вопрос с естественными монополиями, которые часто завышают стоимость подключения к электрическим сетям и водоснабжения, что заставляет крупный бизнес уходить в другие регионы. Александр Иванченко, Мария Крошная, Мария Хашобина, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.